всем привет меня зовут александр зернов вот и сегодня я хочу провести вебинар по рисованию своих графиков и диаграмм на свифте используя core graphics и core animation сейчас я продемонстрирую то что у нас должно получиться к концу урока то есть вот такая вот анимация такая вот круговая диаграмма и график для того чтобы мы могли сами видеть то что мы делаем и соответственно задавать свойства мы будем использовать айби дизайн и был и айби инспектор был которые помогают нам то есть они дизайн и был говорить что наш класс компилируемый айби инспектор был задает нам задавать какие-то свои свойства на форме для этого создадим значит новый проект выберем single-view application дадим ему какое-нибудь название например займем как-нибудь вот так next и перейдем непосредственно наш storyboard и для того чтобы нарисовать начнем рисование вообще с круговой диаграммы первое что мы сделаем это добавим view нашу форму значит дальше я хоть так как у меня круговая диаграмма я хочу чтобы мой view был кругом значит я ему задам 240 сделаю квадратным дальше займем control зафиксируем высоту сфиксируем ширину и расположим его по центру вот дальше создадим файл для нашего view где мы будем непосредственно отрисовывать круговую нашу диаграмму значит нажмем комнаты н выберем кока тач класс здесь напишем ну например кастом view назовем наследуется эту и view next создадим значит вот наша класс первое что мы сделаем добавим к нашему классу свойства айби дизайне был то есть мы говорим что у нас должно рендериться сразу айби нам тогда не придется сто раз там собирать запускать наше приложение чтобы увидеть какие-то изменения добавили к нашему классу дизайне был теперь непосредственно все анимации в городе мэшин происходят на каких-то слоях вот для этого мы создадим свой слой заем пример как нибудь то есть это экземпляр будет класса дальше значит у меня всего одно свойство здесь будет но у вас может быть больше свойств поэтому я создавал структуру с данными куда для данного урока нам только толщина дуги понадобится соответственно я ее и все определю вы 4 теперь мы хотим первое что нам надо это задать цвет значит создадим цвет для нашей дуги и пусть у нас будет оранжевый теперь давайте начнем непосредственно перейдем к рисованию самой дуги для этого нам надо переопределить функцию драф который скоро графикс отвечает за отрисовку на 4 определяем нашу функцию и непосредственно первое что надо это очистить очистить форм так дальше у нас круговая диаграмма нам надо вспомнить из школьного курса тригонометрическую значит окружность вот для того чтобы нам вспомнить нашу тригонометрическую окружность посмотрим то что нам предлагает apple то есть все привыкли что у нас идет отсчет против часовой стрелки и значит здесь ноль здесь у нас обычно вот в этом вот месте пи пополам но apple предлагает нам вот такую вот такой вариант окружности соответственно обход ну рисование по часовой или против часовой стрелки то мы можем задавать сами я покажу как дальше непосредственно надо определиться углы с которыми будем рисовать все нам надо все задавать в радианах соответственно я хочу взять начальный угол чтобы меня отрисовка шла от 3 от 3 пи на 2 до пи пополам по часовой стрелке вот для этого я создам константу которую назову начальный то есть начальный угол после того как мы задали начальный угол нам надо соответственно до какого момента мы будем отрисовывать другу также задайте значит задаем дальше надо рассчитать центр вашей дуги то есть координаты x и y центром для этого создадим константа 5 x мы определим как наш view ее ширина зеленая пополам y мы определим наши view ее высота зеленая пополам вот мы получили координаты центра теперь нам надо получить радиус наш который идет у нас будет читаться как максимальное значение координаты радиус то есть мы получим войдем максимальное значение ширины и даже прошу прощения это будет у нас не радиус диаметр теперь непосредственно перейдем к методу который отрисовывает наш объект нам нужна дуга то есть и сейчас мы разберем этот метод значит создадим сначала я пока что не буду никакой интеллизатор создавать перейдем наш класс вот этот и посмотрим то есть вот у нас есть такой класс который имеет несколько некоторых инициализаторы нам нужна дуга то есть вот он наш инициализатор мы можем посмотреть его синтаксис то есть здесь мы создаем центр который мы посчитали здесь вот радиус это наш диаметр будет деленный пополам здесь наш угол первоначальный здесь наш конечный угол и вот здесь мы задаем непосредственно направление это это по часовой или против часовой стрелки то есть значит соответствие вот с этим инициализатором объявим объявим наш класс вот так вот значит здесь у нас будет точки координаты центра нашего так мы их рассчитали наш центр дальше переходим к радиусу здесь будет наш диаметр деленный пополам дальше непосредственно передаем начальный наш угол конечный наш угол и направление я говорил что хочу рисовать по часовой стрелке значит параметр будет true так что то не нравится где то мы что то забыли здесь вот надо как вы должно быть ну вот мы создали нашу дугу теперь мы выше мы изначально создавали вот такой класс то есть объект класса экземпляр класса а а вот теперь непосредственно поработаем немножко с ним значит первое что за наш объект вот такой и скажем ему что экземпляром класса после этого возьмем свойство называется вызовем в нашем свойств которая говорит это свойство это мы определяем набор точек в дальнейшем которые мы будем использовать для нашей анимации этот набор точек нам может вернуть это вот вот этот вот класс так дальше передадим значит цвет дуги это свойство стоп колор стоп колор стоп колор значит у нас здесь задан арк колор стоп колор она понимает дальше возьмем из нашей вот этой структуры толщину нашей дуги стоп колор так и зададим ему то есть возьмем стоп на стоп арк наш дальше есть такое свойство которое принимает которое занимает значение типа float оно принимает от нуля до единицы это как бы свойство говорить то есть мы можем взять часть или полностью то есть значение до которого мы будем отрисовывать наш объект соответственно мы будем его полностью отрисовывать значит зададим ему единицы то есть и после всего этого нам чтобы увидеть наш результат возьмем добавим sublayer наш слой теперь мы изначально написали IB Designable для того чтобы у нас рендерилось без компиляции приложение то есть наше непосредственно сразу рендерилось как мы к ней переходим переходим на наш view и задаем ей наш класс custom view теперь задали видим у нас пошла компиляция ну вот видим что у нас вот отрисовалась дуга ну и она у нас вот заполнена заполнена то есть зарисована соответственно нам тоже вот этот черный фон он не нужен для того чтобы убрать черный фон вот здесь где мы перед тем как задавали коров коров можно после возьмем это свойство 10 фил color и ему дадим и color . . color вот непосредственно после вот таких вот простых манипуляций перейдем опять на наш storyboard и увидим что у нас заливка наша пропала что осталось вот это одна дуга которую мы рисовали но чтобы нам поменять цвет нам непосредственно надо перейти опять в код там сдать другой вот здесь цвет сохранится строим нашу вот она поменялась это неудобно каждый раз рендерить и так далее для этого соответственно мы здесь используем и в инспектор был такое свойство которое позволяет нам прям менять на storyboard такое вот свойство дописали теперь перейдем на наш storyboard и вот он наш arc color custom view наше название класса вот он его arc color здесь мы можем менять сразу цвет и видеть то есть изменение нашего цвета создавать ему какой-то цвет по умолчанию цвет будет использоваться тот который у нас вот здесь задан но также можно вынести изменение толщины дуги туда на слой но мы этого не будем делать вот потому что нам нужно непосредственно будет для нашей анимации в дальнейшем чтобы было нагляднее тонкая дуга вот теперь давайте наверное перейдем непосредственно к нашему графику его нарисуем а потом уже будем анимировать наши элементы для этого перейдем на наш storyboard добавим еще одно view и поместим его сюда в центр я хочу чтоб она у меня была там 195 допустим на 170 а вот меня какой-то мне будет здесь вот я его зафиксируем расположил также по центру вот здесь вот так оставим там посмотрим так создадим дальше новый файл заем его например и же будет у нас следована ту и вью также для наглядности добавим дизайн был к нашему классу вот здесь немножко будет посложнее чем с круговой диаграммы так как core graphics может рисовать по точкам это у нас сложная будет ломаная линия для которой мы зададим то есть свои точки то есть мы от сервера получили например какие-то данные для графика мы зададим их те данные которые мы получили и дальше непосредственно надо будет перевести в систему координат понятное нашему приложению чтобы все это красиво аккуратно было отобразилось у нас на форме для этого опять же начнем с цвета нашей линии вот так как мы уже теперь знаем про IB инспектор был и как он работает мы непосредственно сразу пользуем его и создадим именно например это у нас будет у и ор и пусть она по умолчанию будет допустим зеленый после этого нам опять нужна структура с нашими константами с нашими константами значит первое что мы создадим для это 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 отступы которые у нас будут отступ слева справа то есть отступы по ширине за данных мэппинг так будет на cg флоу тип данных не будет отступов слева и справа никаких расширения дальше непосредственно отступ по высоте сверху снизу они задаются отдельными константами также будет на статик лэп зададим сверху от кто назовем от топ бордер также будет вот 50 вот он боже здесь же флот тоже 50 одинаково сверху снизу теперь еще такое для линии можно задавать свойства но можно задавать в принципе можно не задавать но мы зададим это прозрачность лук равна одному теперь непосредственно делаем массив у нас он будет статический потому что данные нам неоткуда получается допустим это нам прислал сервер то есть данные по которым нам надо построить флот у нас не создаем наш массив приводной . 00 там еще хочу на 0 я вот сейчас хочу показать что можно задавать повторяющиеся точки в этом ничего страшного нету только будет него у спросите откуда я беру такие точки эти точки и использовал на одной работе то есть это были реальные данные которые приходили от сервера так вот у нас массивчик получился теперь также создадим как до этого делали у нас слой анимации к 1 которым будет на котором мы сейчас будем все рисовать также переопределяем нашу функцию и здесь уже немножко по-другому будет сдаваться высота ширина границы нашего графика то есть здесь можно будет брать вот этот ректор так берем высоту то же самое делаем для делаем по же самое для высоты здесь считаем теперь здесь поместим даже наверняка первоначально да мы возьмем из нашей структуру которая отвечает за модель констант скажем так содержит все константы мы возьмем оттуда а нашу отступу сейчас секунду извиняюсь сейчас буквально минуту и продолжим продолжаем 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 цели здесь наши отступы дальше рассчитать с учетом отступов посчитаем ширину нашего графика для этого сделаем создадим константу значит будет ширина наша минус так как мы делаем отступ слева и справа то мы вычитаем можно надо дальше нам надо посчитать координаты наших точек скажем так которые мы получаем по оси x поэтому я не буду там каких-то функций и так далее я напишу одно небольшое прям замыкание для расчета наших точек вот здесь будет и 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 будем считать расстояние вот скажем так между нашими . на это будет ширина графика и и дальше нам надо все наше дело это привести чтобы убрать их сиджи флоут к типу данных мы берем количество наших точек у нас в массиве идет нумерация от нуля то мы должны получить фактическое количество точек вычтите не отсюда вот вот это мы простите пропустила равно это мы получаем то есть расстояние между по оси x и через сколько у нас какая точка лежит потому что у нас равными отрезками по оси x будут лежать данные точки вот так как у нас вот наш клоушев замыкания какой-то тип должны вернуть дальше мы должны писать ритюр что же мы будем возвращать возвращать не будем процесс на сами значения которые будут считаться мы берем так приводим к типу сиджи флоут переменную которую мы уже создали вот умножим ее на расстояние прибавим сюда нашу отступу вот дальше перейдем уже к точкам для рисования которые по оси y будет считаться для этого чтобы нам считать что-то по оси y мы должны рассчитать опять же высоту графика с учетом наших рамок для этого мы берем с создадим строга а 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 с а а хорошее надо было бы их тоже достать сделаем страшного не будет по бордом здесь ничего страшного не будет теперь найдем в наших точках максимальное значение то есть максимальное значение это значение до которого у нас график может подняться для этого берем игра points и есть такое нам говорят что это обшину возвращает но так как у нас массив известен уже мы точно знаем что мы нил нам здесь не вернется то мы можем сразу сделать нрав нашего типа данных вот и соответственно мы получим флоу теперь мы писали такое замыкание небольшое для точек x и похоже что-то напишем для . оси y из флоуут из флоуут дальше непосредственно считаем наш y и назовем переменную не будем ничего задумывать приведем нашу точку сиди флот здесь мы уже будем делить наши вот максимальное значение умножим на график получается такое выражение но и также напишем return вернем графика плюс он борды вычтем наш игрек отсюда так учили теперь уже создадим нам известный экземпляр класса так назвать хотел вызвать и здесь уже будет у нас стандартный инициализатор как-то у нас линию дальше мы берем наш и вызываем свойства мув то есть куда перемещаемся значит здесь мы мув задаем наша стандартная скажем так свойства ну то есть не стандартная зададим по x и по игре к любые значения точку задаем наши здесь точку надо сдавать извиняюсь так раздаем наш x это будет видео видео нам возвращается мы соответственно вернем здесь от нуля точку а по игре ку мы должны взять первую точку нашего графика то есть сюда мы передаем выигрек ну любое значение то есть у нас это факт y наши пришли то x у нас она всегда одинаковая то есть какая-нибудь время в минутах будет у нас пусть и что-нибудь подобное здесь говорит я не задал вот этого игре когда вот дальше напишем теперь мы задали то есть нашу первую точку с которой мы все начинаем рисовать и теперь нам надо на линию добавить все остальные наши точки для этого напишем прямо здесь небольшой цикл так как нам надо будут и индексы и значения то мне нравится пользоваться вот так вот конструкцией данного при данном решении значит берем здесь напишем наш юлип как такая конструкция называется именно так в методичке от apple дальше возьмем наши точки у массива есть такой свойственными рейтинг соответственно здесь мы вернем в индекс нам будет жать непосредственно наш индекс а палу это значение каждого элемента соответствующийся вот после всего этого мы создадим next point назовем наш следующую точку которую мы считаем и и как икс берем по иксу значение то есть это индекс будет у нас порядковый номер нам надо преобразовать его флот сюда ставим наш индекс наш интервью возвращает вот так вот дальше у нас есть еще замечательная наша точечка y теперь посчитаем наш игрек передадим наше замыкание которое можно так вот назвали передадим просто сюда значение нашим теперь у нас next point лежит лежат координаты понятно скажем так зайцах понятных пикселях не пикселях ну в значениях которые понятны система системе для этого теперь вызовем наш 10 мы создали график спать оборот этих точечек мы их вызовем вот и будем в цикле постоянно после подсчета каждый добавлять эдлайн нашу точку которая называется у нас next поинт того как мы посчитали теперь сделаем уже напишем для точек нам знакомую конструкцию и на передадим также наши точки непосредственно на этот слой наш путь вот так же уберем нашу заливку также со слоя уберем и зададим цвет нашей линии это вот наше свойство который по умолчанию мы делаем color color . теперь толщину нашли как мы там делали здесь я хочу дать непосредственно входит будет 5 пикселей вот дальше опять докуда мы рисуем конечно рисуем до конца весь наш график рисуем и теперь же добавим на все мы добавили посмотрим что у нас получилось может что-то неправильно сделали да мы не увидели наш график правильно потому что мы не передали сюда собственной персоной мы видим что у нас толстенький такой получился хороший вот если мы хотим поменять ему непосредственно цвет то можно делать так же как тут и давайте например для наглядности сделаем чтобы у нас еще и и пусть толщина сдается за ним также переменная и пусть равняется 5 есть и и и и и с и и И теперь здесь напишем вот так вот. Так, а CG Fold у нас так, значит, здесь делаем так, чтобы там не добавлять лишних свойств для конверсации. Перейдем на наш storyboard. Ничего не изменилось. Ну, вот мы можем задавать толщину нашего. Требенемся как будто бы 5. Вот такая вот у нас получилась штуковина. Вот. Теперь нам непосредственно, если мы сейчас запустим наше приложение, нажмем Command R для этого, мы увидим, что у нас все и сразу появилось. Нас, соответственно, это не устраивает, потому что мы хотим плавную анимацию. Вот. Для этого мы вернемся в наш скот-зану и будем анимировать. Давайте для начала, как вот рисовали, так и будем анимировать по очереди. После того, как мы напишем анимацию, здесь у нас эти вещи должны пропасть на форме. Потому что мы зададим им начальная позиция, позиция уже будет у этого слоя, что его нету. И отрисовываться он будет уже анимацией последовательно. И так как его изначально нету, то IB Designable нам не может отразить какой-то конечный вариант. Потому что он его не будет знать. Здесь ничего не удаляем. Перейдем, соответственно, уже к самой теперь анимации. Анимация, в принципе, и там, и там будет у нас указываться одинаково. Но для этого создадим непосредственно объект. В котором будем работать. Давайте сходится наше анимацию. Назовем его анимация, например, круга, диаграмма, раунд. Это будет у нас экземпляр класса CA. Базовая анимация. И тут есть вот такое вот значение, которое он может понимать, которое называется клип. Сейчас я скажу, что это у меня будет. То есть я задам string ключ. Это у нас... Вот эти вот наши точечки. То есть мы до конца, которые рисуем, говорим. Вот это значение. Сейчас покажу, почему именно его я выбрал. Потому что, смотрите, посмотрим документацию, которую нам дает Apple. Вот он говорит, что здесь необходимо задавать свойства, относительно которого будет анимироваться. Мы анимируем относительно нашего строки end, то есть до конца этих всех наших точек. Поэтому мы сюда и передаем вот это свойства. То есть анимируем вот эту часть именно появления. Дальше выставим длительность нашей анимации. Будет четыре секунды. Длительность составляется в секундах. Дальше есть с какого момента, грубо говоря, мы начинаем анимироваться. То есть это будет... Мы начинаем... И до какого... И анимируемся до... Пока у нас не будет единицы. То есть, как говорим, что у нас здесь строки end от нуля до единицы. Мы вот, то есть, весь проходим. Вот. И теперь нам надо добавить анимацию, но на наш слой. Уже на вот этот мы слой добавляем анимацию. Здесь есть такое свойство add. Вот. Мы сюда передаем анимацию нашу. Это animation round наш. И дадим ему какой-нибудь ключ. Назову less. Рок анимации. Вот. Теперь если мы перейдем на наш... Storyboard, то увидим, что у нас пропала дуга. То есть, у этого наши IB-инспекторы было свойство остались. Мы их также можем менять. Но уже не видим, то есть, что у нас происходит. Вот. Но если мы теперь скомпилируемся... То видим, как у нас вот плавненько отрисовалась наша дуга. Вот. Теперь нам то же самое. Надо такая же плавная отрисовка для нашего графика проделать. Так же переходим сюда. И, в принципе, проделываем все то же самое. Даже, наверное, для того, чтобы... Делал ускорить. Давайте для того закрепления напишем еще раз руками. Все. Все. Не правильно определил вот здесь, потому что кейс у нас пользуется. Так же возьмем 4, чтобы... Потому что я хочу, чтобы они у меня более-менее были синхронизированы. Так же я беру их от нуля. И... До... Единицы... Добавляю... И так же перейдем на наш storyboard. Видим, что и график в руку. Теперь запустим само приложение. Видим, что у нас теперь все анимировано. Все красиво, плавно происходит. Вот, например, я запустил на 8+. Могу так же запустить на iPhone X. Я вам просто хочу показать для наглядности, что... Корректно будет и на 10-м отображаться. Вне зависимости от его выйти. Я могу сказать, что точно уверен, что даже корректно будет отображаться на 4s iPhone. Сейчас, прошу прощения, запускается эмулятор. Так, сделаем его. Сейчас, прошу прощения, делаем его поменьше немножко. Вот, и мы видели, что у нас... Видим, что у нас шкафики тоже корректно отображаются. Вне зависимости от экрана. Вот. Также хотел еще сказать, что... Если вам очень нужно, то есть... Допустим, такую ситуацию. Вы вот сделали такой класс, и что с ним дальше делать? Надо же менять ему свойства, заставлять его перерисовываться, еще что-то. Здесь мы просто берем, перетаскиваем вот этот класс сюда, называем его, например... Так вот его назовем. И видим, что он у нас появился в объем контроллере нашем. И никогда, если хотите перерисовать, не перевызывайте функцию draft. Потому что для того, чтобы перерисовать, есть такое свойство, которое называется... Сейчас вам точно скажу. Оно называется setNitDisplay. Оно перезапускает функцию draft. И даже если мы вызовем там в цикле 10 раз, то, если я как бы не ошибаюсь, то функция draft, все равно она один раз вызовется, перерисуется и так далее. Но в нашем примере, если смотреть здесь, мы жестко добавляем сюда вот наш слой. Для того, чтобы пользоваться функцией setNitDisplay и вообще, в принципе, перерисовывать. Нам надо сначала этот слой будет очищать и потом уже перерисовывать. Либо же что-то вынести. То есть... За пределы. На этом я хотел бы завершить урок. Всем спасибо за внимание. Всем пока.